Здравствуйте, уважаемые коллеги. Добрый вечер. Ну и мы начинаем нашу очередную встречу по лабораторной гематологии. Сегодня мы поговорим про диагностику лимфопролитеративных неоплазий, разберем несколько клинических случаев и вообще поговорим о лабораторной части, которая понятна и комфортна для нас. Ну и вот здесь хочется сказать, что наблюдая больного, то, что говорил Боткин, надо помнить, что всегда есть более-менее невероятная гипотеза, и мы попробуем рассказать, как лабораторные тесты к этой гипотезе нас выводят. Позвольте вам немножко напомнить о строении иммунной системы. Мы с вами помним, что это красный костный мозг, тимус, лимфатические узлы, селезенка, лимфоидная ткань неинкапсулированная, то есть достаточно много продуцентов, которые могут вырабатывать лимфоидные клетки. К центральным органам иммунной системы, безусловно, относится костный мозг, и ежедневно из костного мозга на периферию мигрирует более 200 миллионов клеток, что составляет примерно половину их общего количества. Предшественники Т-лимфоцитов из костного мозга мигрируют в тимус, где происходит их дальнейшая дифференцировка, а АБ-клетка в основном проходит свои этапы становления и развития в костном мозге и формирует промежуточные этапы ранней и поздней пробы клетки, пребы клетки и незрелую и зрелую Б-клетку. Если мы говорим о тимусе, то развитие начинается на 4-5 неделе эмбриогенеза. С годами роль тимуса меняется. Вилочковая железа небольшая и весит совсем немножко. К пубертантному периоду она практически удваивается и может быть довольно крупной по размеру. После 50 лет более 90% всего объема железы составляет жировая соединительная ткань. У людей старшей возрастной группы она может быть полностью редуцирована. Ну и две функции, которые для нас в данном случае очень соответствуют и теме нашего разговора, отвечают за пролиферацию созревания и дифференциацию Т-лимфоцитов и продуцируют особые тимические гормоны, которые непосредственно влияют на функцию лимфоидных клеток. Про периферические органы мы с вами, наверное, мне хотелось бы верить, что всем понятно, что это селезенка, лимфоузлы и неинкапсулированная ткань лимфоидная. И в функциональном плане это контроль жидких средств, контроль кожных и слизистых покровов, роль лимфатических фолликулов, ну и контроль внутренней среды, тканевая миграция клеток. Лимфатические узлы. Со времен института знает каждый, но количество, которое их насчитывается, более тысячи. Через них фильтруются лимфы из всех покровных тканей и задерживаются и концентрируются в них антигены. Через лимфоузел в среднем проходит около 10 на 9 в 9 лимфоцитов в час. Ну и в пределах лимфоузла происходит антигенная стимуляция и включается система иммунного реагирования, направленная на обезвреживание антигенов. Не буду задерживаться, наверное, на строении. Вы должны понимать и помнить, что это есть поверхностный корковый стой, парокорковое мозговое вещество. Ну и для нас с вами принципиально, что в зависимости от слоя, от того места, в котором рождаются клетки, они будут разными. И для коркового слоя это B-лимфоциты, парокортикальные это T-лимфоциты, ну и мозговое вещество отвечает за макрофаги и плазматические клетки. Селезенка – еще один лимфоидный орган, и белая пульпа состоит из лимфоидной ткани. Т имеются в муфтах Т и Б-клеточные области, и Т-зависимая область муфты непосредственно окружает артериолу, а Б-клеточные фолликулы составляют Б-клеточную область, которая расположена ближе к краю муфты. В фолликулах находятся центры размножения и, соответственно, превращение клеток, которые превращаются в плазматические и переходят в красную пульпу. Что касается красной пульпы, это некая ячейстая сеть, которая образована венозными синусами и заполнена клетками, в том числе и ретроидного ростка, и плазмоциты, переместившиеся в белую пульту, осуществляют синтез иммуноглобулинов. Неинкапсулированная лимфоидная ткань расположена в слизистых оболочках, локализована в коже и других тканях. К ней относятся к лимфоидной ткани слизистых оболочек. Это лимфоидные органы и образования, которые ассоциированы с желудочно-кишечным трактом. Это миндалины, аденоиды, это аппендикс, это пейлевые бляшки, которые находятся на слизистой оболочке кишечника. Кроме того, есть зоны, ассоциированные с бронхами и бронхиолами, ну и лимфоидная ткань других слизистых оболочек, которая в том числе располагается в урогенитальном тракте. Есть неинкапсулированная ткань и ассоциированная с кожей, и лимфа, жидкая часть организма, которая формируется в лимфатических сосудах и включает в себя соединение, поступающее из межтканевой жидкостью. В ее составе клетки осуществляют круговорот в организме, то есть таким образом мы с вами понимаем, что идет движение клеточных структур. Ну и периферическая кровь тут тоже активна и выполняет такую несколько транспортную связь и коммуникационную в связи с тем, что в ней тоже циркулируют предшественники и зрелые Т и Б лимфоциты, ну и полиморсные ядерные лейкоциты, моноциты, то есть достаточно большое. Лимфоциты, как мы с вами помним, составляют примерно 30% в периферической крови до 39, ну в разных источниках 37-39, но до 39% при подсчете в относительном количестве. Это один из представителей лейкоцитарного ростка, которые обеспечивают гуморальный иммунитет, это выработка антител, клеточный иммунитет, который отвечает за взаимодействие с клетками-мишенями, ну и в том числе регулируют деятельность клеток других типов. В периферической крови находятся различные субпопуляции лимфоцитов, которые могут отличаться по морфологии. Иногда в рамках анализа крови одного пациента мы можем увидеть несколько видов лимфоидных клеток с точки зрения морфологической характеристики. Они могут быть, как и представленные малые такие вот классические лимфоциты, там на рисунке это, наверное, Марина Николаевна А, да, вот такой классический, А и Б, да, то есть такая классическая картинка. А могут быть широкоплазменные, которые нарисованы ниже, но в единичном исполнении эти клетки никаких отрицательных влияний не дают, и тут надо очень важно оценивать и читать то, что в заключении написал морфолог о соотношении этих клеток и в том числе об их активности и о тех характеристиках, которые морфологически мы им даем. Ну и ключевой момент, который я не могу не сказать, на глаз в микроскопе Т и Б клетки не дифференцируются. Мы можем, ну, наверное, это будет, нельзя говорить вслух на большую аудиторию, но иногда мы можем догадываться и понимать, что из этого получится, когда мы будем делать проточную ацетометрию и определять рецепторные механизмы, рецепторное устройство клетки, и иногда мы попадаем, и хорошие морфологи это знают, но, еще раз повторюсь, на глаз определить невозможно. И в зависимости от того, какая популяция клеток есть, мы смотрим характерные для них рецепторы, и вот перечисленные рецепторы перед вами. Для Т-лимфоцитов это кластеродифференцировки 1,8, для Б-лимфоцитов это 10, 19 до 23-го, моноцитарно-макрофогальные элементы это CD131523, НК клетки 1656, стволовые 34, маркер активированных клеток это CD30 и CD45 для высокие, малая степень дифференцировки. Ну и вот соответствующая схема, которая представлена перед вами, подтверждающая мои предыдущие слова. Презентация будет доступна, и те, кто захочет, может ее изучить более детально. Вот здесь есть все маркеры, которые характерны и для всех клеток единые, и для каждой индивидуальные, поэтому вот для наших молодых коллег, наверное, знакомство с более подробной такой, скажем, рецепторной структурой клетки будет, наверное, более полезно. Изменения при реактивных состояниях мы можем увидеть и морфологических. И вот здесь действительно появляется много различных критериев, характерно выраженные анизоцитоз и полиморфизм. Клетки могут быть, как я уже сказала, от очень маленького размера до большого. Может меняться ядерно-цитоплазматическое соотношение. И если для лимфоцитов малого размера, как правило, ядро превалирует, то в крупных плазматизированных лимфоцитах мы с вами увидим большое количество цитоплазмы, и вот это соотношение будет от низкого до высокого. Форма ядра, как правило, округлая, но может быть моноциттоидная, может приобретать вид сглаженного треугольника и другие формы. Как правило, строение хроматина сглаженное, гомогенное, а цвет цитоплазмы может меняться от почти прозрачного, вот как мы с вами видели на предыдущих схемах, до темно-синего и с выраженной краевой бозофилии. Форма клетки чаще неправильная, с образованием затеков между эритроцитами, но и цитоплазма может содержать небольшое количество азурофильных гранул и могут быть в окуоле. С точки зрения терминологических особенностей, вот здесь у нас с вами очень много разных форм, и все в ходу, и все их используют, и все к ним прибегают. Самый распространенный это для плазматизированных, это атипичные мононуклеары. Мы сегодня еще раз напомним, что в международной практике этот термин сегодня ликвидирован. Есть бласт-трансформированные лимфоциты, есть широкоплазменные, наверное, вот он мог бы потягаться с атипичными мононуклеарами вместе с реактивными и активированными. Но атипичные мононуклеары считаются критерием мононуклеоза и ничего больше, хотя это не так, и не всегда наличие небольшого количества мононуклеаров говорит о том, что это мононуклеоз. И реактивные лимфоциты тоже достаточно часто могут сопровождать вирусные инфекции, и в том числе мононуклеоз. Ну и вот то, что мы с вами уже не раз вспоминали, эту ссылку мы показывали не раз. Рекомендации Международного Совета по стандартизации в гематологии рекомендуют использовать термин реактивные лимфоциты, ну вот активированные то, что используется у нас. И для таких клеток вы видите на картинке очень характерное, действительно сглаженное ядро, затеки, такую вот синюшность цитоплазмы, и, конечно, эти клетки хорошо узнаваемы. Мне хотелось бы привести два небольших примера клинических, которые позволяют нам с вами заподозрить изменения лимфоцитарного ростка, и, несмотря на то, что у нас сегодня длинные разговоры про опухолевые процессы, ну вот начинаем мы с активированных, да, из лимфоцитов. Вот вам, пожалуйста, Эпштейн-Бар, ребенок 10 лет, фаренгит, лихорадка, переднешейные лимфоузлы, активно ответившийся реактивный белок, количество лейкоцитов при этом в норме. Но обратите внимание, вот этот вот пик, который не должен быть столь активным, нам говорит о том, что есть повод, даже на трехдефовом анализаторе мы с вами это увидим, и вот здесь как раз представлена модель. Это уже повод посмотреть лейкоцитарную формулу, здесь выявлены атипичные формы лимфоцитов, и дальше был подтвержден диагноз вируса Эпштейн-Бара. В бланке указывают число, да, или процент лимфоцитов, а в дополнительной графе мы с вами пишем или реактивные лимфоциты от общего числа, либо, как рекомендует нам международный стандарт, подсчитывать как отдельную популяцию клеток. Хочется обратить внимание, это уже в силу преподавательского опыта, коллеги, эти клетки считаются в 100% и те и другие, не сверх того, а входящие в сотню и те и другие, и другая форма лимфоцитов. Диагностически значимое число – это когда этих клетки превышают 10% от всех лейкоцитов. Ну и действительно, это признак инфекционного мононуклеоза, это может быть на фоне других вирусных инфекций, что не менее значимо диагностически, такой вот косвенный, но признак вирусной инфекции, ну и это могут быть и онкологические заболевания, это могут быть аутоиммунные заболевания. Ну и напомнить хотелось бы, что при инфекционном мононуклеозе количество этих клеток может увеличиваться на протяжении двух недель. И самое главное – долго циркулировать, их число снижается очень медленно. Иногда у детей мы их видим даже через пару и тройку месяцев, как следовая такая реакция. Поэтому вот опять-таки возвращаемся к тому, что нам самое важное – расспросить родителей, что же было с ребенком на протяжении нескольких недель до того, как попался этот анализ. Ну и еще один замечательный вид клеток – это плазматические клетки, очень красивые, с эксцентрично расположенным ядром, округлой или овальной формы, с грубым колесовидным таким ядром с определенной исчерченностью, такой разломанной клетки. Очень красивая яркая цитоплазма, базофильная, с зоной перинуклеарного просветления. И клетки, для которых характерны в уколе, в цитоплазме. И, конечно, они считаются как отдельную популяцию, если мы их встречаем. Единичные эти клетки могут встречаться при вирусных инфекциях. Довольно часто мы их видим как раз на выходе из вирусных инфекций. Но и при лекимоидных реакциях такие клетки тоже могут случаться. Ну вот, пример, который я вам хочу привести в заключении нашей вот такой вводной первой части, это как раз история уже с клетками патологическими. И обратите внимание на фотографию. Тут видно, что эти клетки имеют определенные отростки. Разговоры о волосатоклеточных процессах у нас еще впереди. Но мне хотелось опять-таки вот во вводной части подчеркнуть, что даже если у вас трехдифовый анализатор, посмотрите, как изменились гистограммы. Посмотрите, как меняются ростки, как меняется соотношение. И это уже повод нам с вами задуматься о том, что нужна морфология, о том, что надо посмотреть и сориентироваться, как мы двигаемся дальше. Ну и я передаю слово Марине Николаевне уже говорить об опухолях. Ну и как продолжение мы будем сейчас с вами уже обсуждать вопрос лимфом. Что же такое лимфома? Это регионарное опухолевое заболевание кровотворной или лимфатической ткани, произрастающей из лимфоцитов. Лимфомы относятся к общей большой группе опухолей системы крови или же к генобластозам. Две трети лимфом возникают в лимфатических узлах, которые увеличиваются в размерах. Их в этом случае называют надальными. Остальные, экстранодальные, локализуются в селезенке, коже, желудке, кишечнике, средостении, головном мозге. Плазмоклеточные опухоли, плазмоцитомы, мейломы чаще локализуются в костях и называются в этом случае они мейлонной болезнью. Ну, теперь, наверное, понятно, почему. В начале нашей беседы мы показывали именно строение иммунной системы, для того, чтобы вы немножечко освежили свои знания, и было понятно, в принципе, откуда же произрастают те или другие опухоли. Стодирование лимфом по системе Ордор. Стодия номер один – поражение одной лимфатической зоны или структуры. Стодия два – поражение двух или более лимфатических зон по одну сторону диафрагмы, локализованное в пределах одного сегмента поражение одного экстралимфатического органа или ткани и его региональных лимфатических узлов. Стодия три – поражение лимфатических узлов или структур по обе стороны диафрагмы. И стадия 4 – это уже диссиминированное, то есть многофокусное поражение одного или из нескольких экстралифатических органов. Для чего это все нужно? Ну, чтобы определить не просто объем химиотерапии, которая будет проводиться этому пациенту, сделать прогнозы, но и для того, чтобы потом уже в дальнейшем контролировать процесс лечения. Ежегодно абсолютное число заболевших нехожкинскими лимфоми в мире составляет более 350 тысяч. Это данные 2008 года. Я думаю, что после эпидемии ковида будем ждать уже несколько других цифр. Максимальная заболеваемость в Северной Америке, Австралии, Северной и Западной Европе, минимальная в Южной и Восточной Азии. Мужчины заболевают чаще, чем женщины. Отношение мужчины к женщинам составляет приблизительно 1,3 к 1. В Беларуси, например, заболеваемость находится на уровне 3,6-3,8 случаев на 100 тысяч населения. Мужчины 4,6, женщины значительно меньше 3. И максимальная возрастная группа старше 60 лет. Эти логические факторы. Когда мы с вами обсуждали острые лейкозы, мы вспоминали все эти факторы. Собственно, при лимфопролиферативных заболеваниях они такие же. Инфекционные факторы. Вирусы Эпштейн-Бара, о которых мы говорили выше. Именно поэтому пациенты с подтвержденным вирусом Эпштейн-Бара достаточно долго и часто наблюдаются. Они посещают гематолога. И анализ крови им делается в течение полугода практически ежемесячно. Для того, чтобы мы не пропустили вот этот, не дай бог, переход. И активацию лимфопролиферативного заболевания. Т-лимфотропный вирус человека первого и пятого типа. Вирус простого герпеса человека. Уж казалось бы, этот герпес, он практически 99% населения поражает. Но, тем не менее, как вы видите, это один из факторов возникновения лимфопролиферативной неоплазии. Хеликобактеры, хламидии, вирус гепатита С. Далее, иммуносупрессивные факторы. Врожденный иммунитет. Например, синдром Уэскота-Олдрича. Приобретенные иммунодефициты. Искусственный иммунодефицит при трансплантации органов. СПИД-ассоциированные лимфомы. Синдром Шегрена. И, увы, пожилой возраст. Наследственные факторы. Заболевания, связанные с нарушением репарации ДНК. Случаи семейной предрасположенности. И ионизирующие излучения. Ну и понятно, что достаточно в пожилом возрасте, в солидном возрасте, к сожалению, очень многие факторы совпадают. И возникает проблема лимфопролиферативного заболевания. Нехочкинские лимфомы. Это гетерогенная группа опухолей. Возникает она из различных типов клеток лимфоидной ткани. Различаются они по ряду клинических, цитоморфологических, манологических и молекулярно-генетических признаков. Как вы видите, опять-таки мы возвращаемся к той теме, что невозможно поставить диагноз лимфомы и вообще любой лимфопролиферативной нооплазии, исходя только из морфологических признаков. В обязательном порядке должно проводиться и иммунологическое, и обязательно молекулярно-генетические исследования. Об этом мы поговорим с вами дальше. Природа молекулярных повреждений при Нехочкинских лимфомах обусловлена следующими генетическими нарушениями. Это активация протоонкогенов, инактивация генов-супрессоров опухолевого роста. Ведущим механизмом активации протоонкогенов как раз и являются хромосомные аберрации, следствием которых является перемещение протоонкогена в локус, где он более подвержен стимуляции, то есть активируется. При лимфомах протоонкогены обычно перемещаются в область генов и моноглобулинов. Какие же могут быть изменения? Собственно, те изменения, о которых мы говорили на наших предыдущих встречах. Это могут быть транслокации, дилеции и амплификации. Транслокации, например, в 11-14 хромосомах при лимфоме из клеток мантийной зоны, в 14-18 хромосомах при фолликулярной лимфоме, и эти изменения являются подтверждающими варианты лимфомы. Какие еще классификации есть общепринятые опухоли лимфоидной ткани? Лимфоидной нооплазии из клеток предшественников, по степени зрелости зрелые б-клеточные нооплазии, зрелые ТНК-клеточные нооплазии, отдельная группа идет лимфомахожкина, и лимфопролиферативные заболевания, ассоциированные с иммунодефицитом. Но сегодня мы с вами наше внимание уделим первым трем группам. Это лимфоидная нооплазия из клеток предшественников, зрелые б-клеточные и зрелые ТНК-клеточные нооплазии. Но и по иммунно-фенотипу все лимфомы можно разделить на 4 категории. Из незрелых Б-клеток предшественников Б-лимфоцитов, из зрелых Б-клеток периферические б-клеточные лимфомы, незрелых Т-клеток предшественников Т-лимфоцитов, из зрелых Т-лимфоцитов и НК-клеток периферические Т-клеточные и НК-клеточные лимфомы. Из этого понятно, что необходимо обязательно иммунологическое исследование, в результате которого является исследование с методом проточной цитометрии. И, как вы видите, обязательно мы смотрим те кластеры дифференцировки, которые типичны для лимфоидных клеток, и смотрим здесь наличие кластера дифференцировки 5. Отдельная группа идет лимфом CD19+, CD5- и CD19+, CD5+. И вот именно к этой группе относятся лимфомы зоны мантии, в которые несет на себе на поверхности опухолевых клеток кластеры дифференцировки 19-й, 5-й и отсутствуют 23-й. Если же присутствуют все три кластера дифференцировки, то мы говорим о диагнозе хронический лимфоликоз. Это довольно плотная такая таблица. Если кому-то будет необходимо для своего роста, профессионального роста или же для работы, это все будет в доступе, вы сможете ознакомиться и использовать это для своей работы. Мы постарались собрать все те данные, которые необходимы вам именно для диагностики лимфопролиферативных заболеваний. Иммуногистохимическая диагностика. Это очень интересный метод, уникальный на самом деле. Он объединяет морфологическую диагностику плюс иммунологическую диагностику и дает возможность посмотреть на опухолевой ткани, какие же антигены, какие кластеры дифференцировки присутствуют на опухолевых клетках. То есть определяется на поверхности мембраны опухолевых клеток антигеном белковой макромолекулы, указывающей на линейное происхождение B или T клеток и уровень дифференцировки этих неопластических клеток. С чем мы и работаем в этом случае? С помощью моноклональных антител. Но мы уже несколько раз говорили о кластерах дифференцировки, и каждый раз возникает, откуда же берутся эти номера порядковые. Номера их, по мере того, как открывали эти кластеры дифференцировки, им присваивали номера, ничего более. Вот это очень интересная картинка, которая показывает, как проходит клетка от наивной до плазмобласта через лимфатический узел, какие она приобретает свойства, и как она может измениться в сторону озлокочисления, из какой зоны появляется какая опухоль. То есть, если мы говорим о клетках, располагающих в зоне мантии, это будут развиваться мантийно-клеточные опухоли. Если же это краевая зона, мы говорим о лимфомах краевой зоны. Ну и так далее. То есть понятно, что в зависимости от того, какой участок лимфатического узла или лимфатического органа поражается, именно такими клетками они будут, эти опухоли, представлены. Ну и диагностика. Что же она включает? Традиционно клинический анализ крови. Мы не можем ничего сделать, не зная, какая же клиника, какая же ликоцитарная формула, какие изменения морфологические имеются у клеток данного пациента. Далее, если выявлены какие-то изменения, если мы увидели как количественные, так и качественные изменения в клетках ликоцитарной формули, в данном случае мы говорим о лимфоцитах, необходима более глубокая диагностика. И дальше проводят подсчет мейлограммы для выявления ликемизации процесса. Но, как мы говорили с вами выше, именно для того, чтобы определить стадию процесса, нам необходимо знать, где эти лимфатические узлы располагаются. Выше, ниже диафрагмы. Поражается или нет костный мозг. Если костный мозг поражен, то это, конечно, уже говорит о лейкемизации процесса, и это переводится на более серьезный уровень, на более серьезную стадию заболевания, что требует совершенно другой терапии. Какие же еще исследования? Гистологическое исследование лимфатических узлов обязательно. Если есть в прямом доступе лимфатические узлы, они берутся, то есть извлекаются, их делается гистологическое исследование. Если есть необходимость, обязательно проводится иммуногистохимическое исследование для того, чтобы установить, из каких же опухолевых клеток состоит эта опухоль. Иногда для экспресс-диагностики проводятся отпечатки лимфоузлов или же биопсию лимфоузлов. Но, конечно, это совершенно не может заменить гистологическое исследование лимфатического узла и костного мозга. Параллельно обязательно проводится, если выявилась лейкемизация лимфомы, то обязательно нужно провести иммунофенотипирование. Иммунофенотипирование с помощью проточной цитометрии. Мы смотрим, какие клетки опухолевые, какие на них кластеры дифференцировки, для того, чтобы уже не просто иметь морфологический вариант диагноза, а иметь уже иммунологический вариант опухоли. После того, как провели все эти исследования, естественно, параллельно делается КТ-исследование, ПЭТ-КТ, и уже по совокупности устанавливается степень распространенности опухоли и стадия заболевания. И немаловажно, и вообще, наверное, в последнее время это приобретает все больше и большее значение, проводятся молекулярные генетические исследования. Дальше вы поймете, как вся эта схема, как эта структура отображается в современных классификациях. Для чего это нужно? Ну, потому что современная не просто диагностика, а лечение лимфопролиферативных заболеваний вышло уже на тот уровень, когда используются методы таргетной терапии, то есть целевая терапия. И, естественно, для того, чтобы провести такую уже терапию, обязательно нужно иметь абсолютно точный диагноз. Но мы немножечко вспомним о довольно сложной классификации, реал-классификации, которая была представлена в 2002 году. Разработана она для определения тактики лечения и прогнозов и отображает клинические особенности, гистологические и цитологические признаки. Иммуногистохимия уже в то время, в 2002 году у нас был достаточно большой набор знаний для того, чтобы апеллировать именно этим методом исследования и генетические характеристики. В 2001 году практически одновременно появилась классификация ВОЗовская, которая разделила лимфомы на две большие группы Б-клеточные лимфомы и Т-НК-клеточные лимфомы. И Б-клеточные лимфомы из клеток предшественников Б-клеток, Б-клеточные опухоли из периферических зрелых клеток, как вы видите перед собой, это и мелкоклеточные, и селезеночные, и экстронадальные, и так далее, и так далее. А Т-НК-клеточные из предшественников Т-клеток, это Т-лимфобластные лимфомы, НК-лимфобластные лимфомы, Т-клеточные лимфомы из периферических зрелых клеток. То есть это практически та классификация, о которой мы с вами говорили выше, но уже более детализированная. В 2016 году появилась очень хорошая, удобная ВОЗовская классификация, в которой, как вы видите, уже на первое место вынесены Б-клеточные лимфобластные лейкозы. И, во-первых, они уже называются лейкоз-лимфома, не уточнены, а далее лейкоз-лимфомы с повторяющимися генетическими изменениями. И, как вы видите, все те генетические поломки, которые могут встречаться при этих формах лейкоз-лимфом, они здесь уже отображены. Отдельно Т-клеточные лимфобластные лейкоз-лимфомы, но здесь еще были только предварительные формы, то есть было недостаточно много данных для того, чтобы уже заполнить, так скажем, для диагностики и для использования в работе врачей-ангологов. Ну, вот если мы посмотрим редакцию 2016 года, по сравнению с предыдущей 2008 уточнены диагностические критерии для выявления отдельных нозологических форм с учетом именно молекулярно-генетических признаков трансформированных клеток, что наибольшей степени соответствовало принципам таргетной терапии. Ну, и вот в 2022 год появилось новое, пятое издание классификации ВОЗ. До сих пор, по правде сказать, все те изменения, которые были внесены онкологами, они еще пытаются переваливаться, потому что изменения достаточно серьезные, их достаточно много, и в основном они, конечно, затронули именно интерпретацию диагноза, как выставляется диагноз, но дальше я еще немножко расскажу о том, какие же еще более серьезные изменения затронули даже морфологические аспекты диагностики. Ну, что мы видим? Под категорией B-клеточные лимфоидные пролиферации новообразования немного изменили название опухолевидное поражение с преобладанием. Зрелые B-клеточные новообразования, большие B-клеточные лимфомы, ТНК-клеточные лимфоидные пролиферации новообразования и так далее. Эта презентация будет выложена и доступна в PDF-формате, вы сможете изучить все те изменения, все эти модификации, которые были внесены в ВОЗовскую классификацию. Но, чтобы посмотреть различия лимфоидных опухоли в двух последних классификациях, давайте просто посмотрим, как в пятом издании. Например, появилась новая категория реактивные лимфоидные пролиферации, богатые B-клетками, которые могут имитировать лимфому. Это впервые ранее подобного подхода к диагностике не осуществлялось. Дальше появилась группа заболеваний, связанная с иммуноглобулином G4. Также, естественно, это новое исследование, накопились новые данные, поэтому вы выделили это в отдельную нозологию, но ранее такого варианта не было. Моноцентрическая болезнь Кослимана, идиопатическая мультицентрическая болезнь Кослимана. И также еще ассоциирование мультицентрическая болезнь Кослимана. То есть мультицентрическая болезнь Кослимана была разделена на три подгруппы. Боклеточные лимфобластные лейкоз лимфомы. В пятом издании появилась терминология B-лимфобластная лейкоз лимфома с высокой гипердиплоидией. Дальше B-лимфобластная лейкоз лимфома с BCR с влиянием EBL1. Раньше, как вы помните, было выделено B-лимфобластная лейкоз лимфома с транслокацией 9.22. Хочу вам напомнить, что транслокация 9.22 бывает еще при других онкогематологических заболеваниях. О каких я думаю, что вы из наших предыдущих бесед помните. B-лимфобластная лейкоз лимфома с BCR-1 подобными признаками. B-лимфобластная лейкоз лимфома с перегруппировкой KMT-2A. Ранее это была транслокация V11Q23.3. B-лимфобластная лейкоз лимфома с ETV6. То есть все связано не просто с генетикой, не просто с указанием перестроек, а с очень точными исследованиями, молекулярно-генетическими исследованиями. Следующий слайд, как вы видите, это точно такая же история. Мы видим переход от рутинной генетической диагностики к более высокотехнологичным методам. И использование не просто методов генетических, которые даже странно называть обычными генетическими, рутинными методами, а переход к молекулярно-генетическим исследованиям. Ну и еще один вариант, это зрелые B-клеточные новообразования. Предопухолевые, неопластические, мелкие лифоцитарные пролиферации. Больше не существует B-клеточный пролимфоцитарный лейкоз. Он рассматривается уже в некоторых других группах заболеваний. Ну и вот здесь обратите, пожалуйста, внимание, селезеночные B-клеточные лейкозы и лимфомы. Выделена селезеночная B-клеточная лимфома лейкемия с выраженными ядрышками. Ранее такого варианта не было. Был под вариант, особенно как под вариант волосатоклеточного лейкоза. И некоторые случаи B-клеточного пролимфоцитарного лейкоза. Теперь это отдельная группа заболеваний. Лимфома маргинальной зоны. В пятом издании предлагается выделять первичную кожную лимфому маргинальной зоны. Ранее не было такого варианта. Первоначально включена в экстронодальтую лимфому маргинальной зоны лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистой оболочкой. В группе зрелых B-клеточных лимфом фолликулярная лимфома ин-ситу фолликулярное B-клеточное новообразование. Раньше она называлась фолликулярная неоплазия ин-ситу. Лимфома из клеток мантии, новообразование из клеток мантии ин-ситу. Зрелые б-клеточные новообразования, трансформация индолентных б-клеточных лимфом. Так и называется эта форма трансформации индолентных б-клеточных лимфом. Раньше такого варианта не было включены. И диффузная крупноклеточная б-клеточная лимфома с высокой степенью злокачественности. Раньше называлась б-клеточная лимфома высокой степени злокачественности с перестройкой МИК-БСЛ-2 или БСЛ-6. Еще несколько вариантов изменений, которые были внесены в классификацию зрелых б-клеточных новообразований. Б-клеточная лимфома высокой степени злокачественности с аберрацией 11К. Раньше это называлось беркетоподобная лимфома. В положительная диффузная крупноклеточная б-клеточная лимфома. Раньше она называлась ЕБИ. В положительная диффузная крупноклеточная б-клеточная лимфома. Фибрино-ассоциированная крупноклеточная б-клеточная лимфома. Ранее она не была включена. Считалась подтипом диффузной крупноклеточной б-клеточной лимфомы. Крупноклеточная б-клеточная лимфома связана с перегрузкой жидкостью. Раньше вообще такого варианта не было лимфом. Первичная крупноклеточная б-клеточная лимфома иммунозависимых участков. и медиастинальная лимфома серой зоны. Как вы видите, здесь еще очень много уточнений. Все это необходимо врачам-онкологам в тех случаях, когда они выставляют диагноз, когда нужно не просто определить степень злокачественности, как распространение и так далее, а для того, чтобы диагноз звучал совершенно созвучно с теми принципами, которые используют врачи всего мира. Морфологические особенности опухоли лимфоидной ткани. Наверное, это одна из самых сложных областей морфологии в онкогематологии, потому что очень много вариантов, многообразие вариантов. Кроме того, сходство нормальных и опухолевых клеток, различия только в их количестве. Сходство некоторых гистологических вариантов лимфом, то есть иногда похожесть вариантов лимфом вызывает значительные затруднения у морфологов. Сходство реактивных процессов и опухоли лимфоидной ткани. Опытные гистологи знают, что самое сложное – это диагностика реактивных процессов. Потому что гипердиагностика, конечно же, не то что нежелательна, она категорически неприемлема в данной ситуации. И здесь гипердиагностика может привести к очень плохим последствиям. Далее. Неоднозначный или аберрантный иммунофенотип опухолевых клеток. Когда, так скажем, некоторая аберрантность, вариабельность, особенно иммунологических вариантов, она, конечно, может вызывать затруднения у морфологов и у иммунологов. Определяют способы получения исследования биопсийного материала. Потому что не всегда биопсийный материал доступен. Хорошо, если лимфатический узел где-то близко расположен, и достаточно просто хирургу выделить этот материал. А если это варианты достаточно глубокие процессы? В этом случае, конечно же, показаны лапароскопические исследования. Иногда это доходит до оперативного вмешательства, большого оперативного вмешательства. Но, тем не менее, в любом случае необходимо получить материал для того, чтобы точно поставить диагноз. Описание клеток. В принципе, Наталья Юрьевна уже озвучила, как мы описываем клетку. Ничего не меняется. В любой морфологической дисциплине мы придерживаемся одних и тех же канонов. Во-первых, размеры формы клетки, ядро, форма, размер, расположение, окрашиваемость, ядерно-цеплазматическое отношение, характер строения хроматина, ядрышки, количество, форма, размеры, четкость границ, цитоплазма, объем, окраска, четкость границ, секреция, включение, вакуализация, наличие многоядерных клеток, фигур, деление атипичных методов. Ну и, коллеги, продолжая дальше вот это описание, мы должны с вами очень четко понимать, что наши задачи морфологов, специалистов лаборатории входят в принципиальные характеристики, которые мы должны дать клеткам, чтобы клиницисты могли дальше принять решение о дифференцировке, о алгоритме диагностики, о понимании того, куда двигаться. Итак, ядро, описывается форма, она может быть округлая, овальная, полигональная, да, неправильная, вытянутая, бобовидная. Бобовидная и неправильная, и вытянутая, это все не очень характерно, но это может быть реактивных состояний, но мы должны это описать. Очень важно отразить размеры клетки, и если в популяции клетки разные, то тоже это отметить, но еще раз напоминаю, мелкие, крупные, средние, гигантские, принципиально. Расположение ядра, еще один фактор, который влияет на определение характеристики, центрально расположено, эксцентрично, занимает почти всю площадь ядра и всю площадь клетки, здесь очень важно разобраться. Окрашиваемость ядра, гипохромная, гиперхромная, сдвиг ядерно-цитоплазматического отношения в пользу ядра, тогда мы говорим, что клетка ядерного типа, или в пользу цитоплазмы, и, соответственно, это цитоплазматический тип. Строение и распределение хроматины, равномерное, неравномерное, тонкодисперсное, мелкозернистое, грубозернистое. Это вот особенно, это морфологам понятно, как это выглядит. Когда мы начинаем работать с ординаторами, то вот определить мелкозернистую, тонкодисперсную очень трудно, но действительно, это вот, когда набит глаз, мы уже это понимаем. Глыбчатая, консенсация хроматина по краю мембраны, все вот это принципиально. Очень важно описать ядрышки, просматриваются, не просматриваются, количество, форма, количество одно-несколько, форма округлая, неправильная, по форме, по размерам, по разнообразию, да, вот эта четкость границ ядрышка тоже принципиальна. Характеристики цитоплазмы, амбильная, умеренная, скудная, очень важно отразить цвет. Голубой, серо-голубой, розоватый, розово-фиолетовый, равномерно окрашена, неравномерно, есть зона перенуклеарного просветления, нету, есть ли включение в цитоплазму, какая-то полевидная зернистость, палочки, какие-то зерна, то есть включение, да, если есть вакуализация, то мы тоже это оформляем. Ну и если мы обращаемся к рекомендациям международной группы по морфологии, то при лейкемизации лимфом клональные лимфоциты при первичном исследовании данного пациента описываются как атипичные лимфоциты с подробным описанием их морфологии. Именно поэтому мы с Мариной Николаевной сейчас так активно перечисляли вот эти составляющие, о которых мы должны говорить. Ну и дальше уже, когда установлен диагноз, когда уже разобрались и с использованием иммунологических и молекулярно-генетических методов, можно просто эти клетки называть клетками лимфомы. Что такое лимфоидные элементы при лимфопролиферативных неоплазиях? Это история довольно давняя, и те, кто, наверное, дольше работает, хорошо с ними знакомы. Клетки малых размеров с расщепленным ядром, крупные клетки с расщепленным ядром, малые клетки с нерасщепленным ядром фолликулярный бэбласт, крупные клетки с нерасщепленным ядром центробласты, ну и центробласты, крупные активно пролиферирующие клетки, которые образуются из активированных бэлимфоцитов и заполняют базальную темную зону зародышевых центров фолликул. Очень важна расщелина в ядре. Это стабильный цитоморфологический признак бэлимфоцитов зародышевых центров, вторичных лимфоидных фолликулов. Поэтому обращать внимание тоже очень важно на это. лимфобласты. На самом деле, интереснейший лимфоидный росток, он, наверное, ну, может, я не права, но мне кажется, что он, наверное, такой самый последний глубоко изучался, и про него столько нового появилось, и такие интересные с ним происходят сейчас диагностические наши находки и движения, ну, может быть, не совсем сейчас, а за последние 40 лет. Но, смотрите, ведь были возможности только морфологические. Диаметр. А клетки действительно реактивные и опухолевые очень похожи между собой. 12-16 микрометров, округлая клетка, ядро округлое, может быть, овальной формы, светло-фиолетовая, расположена центрально, хроматин тонкодисперсный, нежно сечет, и смотрите, какое ласковое определение клетки. И могут быть 1-2 нуклеола. Цитоплазма, как правило, узкая, голубая, с небольшой зоной перинуклеарного просветления, и лимфобласты невозможно надежно дифференцировать морфологически от миелобластов и некоторых других клеток. Вот это очень важно. Именно поэтому, особенно при первичном исследовании костного мозга, мы говорим, есть бласты эритроидного ростка, и бласты, которые мы дифференцируем, как миелобласты или просто бласты, и разбираемся уже. И это, на самом деле, конечно, здесь еще играет роль профиль учреждения, опыт специалиста. Но и мы относим эти клетки по рекомендациям к бластам и описываем в виде комментария в бланке исследований. Еще одна клетка, следующий, вроде бы росток понятный, да, почти такого же диаметра, почти такое же ядро, округлое, овальное, светло-фиолетовое, но уже немножко есть умеренная конденсация, и могут быть нуклеулы оставаться, как бы, да, и чаще она одна и центрально расположена. Узкая цитоплазма голубого цвета. И подсчитывать нам рекомендуется их сегодня как отдельную популяцию при дифференциальном подсчете клеток. Однако, опять-таки, обучающимся и опытные морфологи говорят, что выделять эти два вида клеток надо в том случае, когда ты гарантированно видишь их разницу. Видишь два разных варианта клеток, а не просто смешиваешь что-то между собой, принимая все за одно число. Ну и лимфоциты, которые обнаруживаются при гемобластозах, имеют определенную морфологическую характеристику. Сегодня мы говорим о том, что они называются обнормальные лимфоциты, анормальные, атипичные. И используется это определение исключительно до клеток, которые предположительно принадлежат к опухольму клону. И обязательно в качестве комментариев в бланке результата исследования необходимо описать их особенности. Вот здесь, наверное, будет крик души отчасти, потому что, коллеги, мне хочется сказать и врачам лаборатории, и врачам-клиницистам. Лаборатория должна по стандартам давать характеристики клеток, которые мы видим, если они отклоняются от каких-то нормальных морфологических признаков, независимо от их количества. То есть качество клеток должно быть описано, если есть изменения. Если есть изменения количества, то тоже на это мы обязаны обратить внимание. Но клиницистам, если что-то написано в заключении, то это что-то, наверное, для того, чтобы оно нужно, и поэтому очень хотелось бы, чтобы это читалось. Ну а дальше мы говорим о том, что окончательный диагноз это проточная цитометрия, это морфологические характеристики. Здесь обладают несколько такой редуцированной историей, но все-таки это старт любой диагностики гематологических заболеваний. Ну и лимфоидные клетки с бластной морфологией, клетки среднего размера, примерно до двух раз могут быть больше малого лимфоцита. Ядра округлые, как правило, правильные формы или могут быть с неровным, иногда даже таким вот немножко зазубренным контуром. Ну а цитоплазма может быть различима в виде узкого, такого дымчатого, сероватого ободка. Гетерохроматин в ядрах имеет однородное полевидное, зернистое или мелкоглыбчатое строение, а в некоторых случаях отчетливо видно сетчатое или нежно-петлистое строение хроматина. Посмотрите, какие морфологи-художники. Имеющего вид тонких нитей. Вот действительно, такая тоненькая-тоненькая сеточка, у которой толщина нитей и расстояние между ними примерно одинаковое. Гетерохроматин равномерно распределен по всему объему ядра и в ядрах мы можем увидеть 1-3 небольших полиморфных ядрышка. В отдельных случаях бласты могут содержать в ядрах довольно грубый хроматин в виде мелких глыбок, которые отличимы друг от друга. И этот хроматин может быть распределен как бы ближе к ядерной мембране. Ну и капухолям с подобным строением клеток, лимфоидных клеток с бластной морфологией относят лимфобластные лимфомы из клеток предшественников Б-лимфоцитов, лимфобластные лимфомы из клеток предшественников Т, бластоидный вариант лимфомы из клеток мантийной зоны, ну и этот вариант отличается вот этими зазубренными в ядре опухолевых клеток или даже глубокой щелью. Ну и Марина Николаевна, я передаю слово уже про лимфобластные лейкозы, лимфомы. Ну я хотела бы еще чуть-чуть маленькое дополнение к этому слайду сделать, но мы должны понимать, что антигенный состав, да, то есть на поверхности клеток совершенно различен у клеток, которые являются бластами и бластоидного варианта лимфомы из клеток зоны мантии. Как это не парадоксально, но бластоидный вариант лимфомы из клеток зоны мантии является зрелым лимфомом. И естественно, он очень высокой степени злокачественности, но тем не менее это зрелая опухоль. А лейкоз лимфомы это лейкозы. Но я хочу вам напомнить очень интересную классификацию, которую предлагали ФАП-исследователи, франко-американно-британская группа. Вот эти морфологические критерии не вошли больше ни в одну классификацию ВОЗ. Но тем не менее, морфологи между собой очень любят называть кратко, давать такую краткую характеристику бластным клеткам. И называют мы очень просто L1, L2, L3. L1 это мелкоклеточный мономорфный тип, мелкие, одинаковые бластные клетки, единичные, незаметные нуклеулы, правильное очертание ядра, частый вариант у детей. L2 это гетерогенный тип, это крупные бласты, большие нуклеулы разных размеров, неправильной формы ядрышки, часто расщепленные ядрышки с отчетливым, расщепленные ядра с отчетливым ядрышком и называются одним словом L2. Но L3 это беркетоподобные, когда бласты с очень выраженной бозофилией, цитоплазмы, с вакуолями и ассоциируются с B-клеточным фенотипом. Так вот, эти все B-клеточные опухоли, они могут давать B-клеточные острые лейкозы, они могут давать однотипную пазреакцию, то есть цитохимическую реакцию. Реакция положительная в гранулярной форме. Но очень интересное расположение вокруг ядра бусиками, рубиновые бусы, их так и называют. Вообще, морфологи это наверное художники. Художники, да. Всегда ищут какие-то поэтические образы, даже в самых на самом деле ужасных вещах. Ну, а в нижнем слайде обратите внимание, абсолютно отрицательная пероксидаза. Вот, но для контраста вы видите там показывать вот это Машка может вот извините вот здесь показана клетка это нитрофильная клетка с положительной милопероксидазой во всех же остальных клетках пластных клетках пироксидаза всегда будет отрицательная а вот в бластиках там немножко повыше мне не очень видно за собственной персоной в бластах мы видим вот такие тоненькие гранулки располагающиеся вокруг ядра и это положительная реакция в гранулярной форме ну еще из интересного в лимфобластных лейкоз лимфомах но мы можем предположить какой-то вариант лейкоза исходя из морфологии даже по таким признакам как цитоплазма обратите внимание вот здесь перед вами лейкоз лимфома из клеток предшественников б-лимфобластных что мы видим достаточно крупные клетки округлые ядра четко контурирующиеся ядрышки узкая цитоплазма без всяких включений и что мы видим вот на этом слайде очень крупные клетки с округлыми ядрами с неправильными ядрами грубый хроматин множественные ядрышки и обратите внимание на цитоплазмы вот это выпячивание цитоплазмы оно получило название ручка зеркала ну как вы помните у дам раньше были зеркала с такими ручками и вот так получило название ручка ручное зеркало но естественно иммуногистохимические исследования совершенно разнятся при б-клеточных и при т-клеточных лейкозлимфом но вот этот слайд мы он достаточно интересный потому что он обобщает все во-первых варианты подтипов лейкозлимфо фенотипы и цитогенетические нарушения но как мы помним в последней классификации все эти цитогенетические нарушения они отображены в виде уже молекулярно-генетических нарушений но здесь мы видим подтипы и собственно говоря как из можно предположить как развивается один каждый подвид острого лейкоза это про-б тип когда на поверхности присутствуют кластеры дифференцировки 34 собственно общий для всех острых лейкозов и 19 следующий коммон или пре-пре-б лейкоз здесь уже присутствует кроме 34 19 появляется 10 дальше при бы появляется здесь уже мы видим иммуноглобулины м и б или это 19 и иммуноглобулин м то есть вот таким образом мы можем дифференцировать уже не просто вариант лейкоз лимфомы но и подтипы практически то же самое но немножечко более развернутая табличка отображающие какие сочетания кластеровой дифференцировки будут при различных подтипах bb линейных острых лимфоблазных лейкоз лимфомах если же речь идет о т-клеточных острых лимфоблазных лейкоз лимфом их то на проте мы видим 34 и сиди 7 на следующем при ты появляется еще сиди 5 сиди 2 далее появляются сиди 1 четверка восьмерка и ты или здесь мы видим уже ну такой достаточно большой набор антигенов то есть сиди 2 7 5 4 или 8 и сиди с сиди 3 ну такая же табличка если вам будет интересно и вы воспользуетесь для своей практической деятельности мы будем очень рады что наша работа она не пропала зря оказалось полезно да ну и дальше наиболее частым и распространенным видом лейкоза это б-клеточная опухоль лимфатической системы является хронический лимфолейкоз на самом деле действительно один из самых распространенных западном полушарии 25-30 процентов всех лейкозов белой расы в западном восточном менее пяти а и вот здесь очень важный момент хронический лимфолейкоз это история возрастных пациентов как правило чаще всего медиана возрастная указывает на возраст в районе 70 лет хотя мы и мы наблюдаем и это можно найти в литературе небольшой процент пациентов имеет этот диагноз возрасте даже до пятидесяти но однако вот традиционно мы говорим о том что все-таки это старшая возрастная группа более характерен хронический лимфолейкоз оценочное количество вот в шестнадцатом году году в сша указывала на почти девятнадцать тысяч человек количество умерших составило менее пяти тысяч мужчины болеют чаще и мужчину не в два раза но в полтора как минимум хронический лимфолейкоз лимфома из малых лимфоцитов неоплазия и зрелых мономорфных округлых б-лимфоцитов периферической крови костном мозге и лимфатических узлах печени и селезенки имеет как правило фенотип сиди 1923 сиди 5 положительный содержит более пяти все время с этим знаком путаю что больше что меньше больше наклональных б-клеток заболеваемость 2 6 случаев на 100 тысяч населения в год и самая распространенная гемопоэтическая неоплазия с пиком заболевания примерно на 65 лет каковы же наши с вами задачи лаборатории да как лабораторные сотрудники мы конечно в первую очередь думаем об этом и так для обследования клинический анализ крови абсолютный лимфоцитоз может быть иными может быть тромбоцитопения ну и отчасти это и вытеснение но и могут быть составляющие особенно с учетом возраста следующий этап абсолютный лимфоцитоз миелограмме вот еще одно исследование которое подтверждает наши предположения по клиническому анализу крови следующий шаг это иммунофенотерапия типирование после этого идет цитогенетическое исследование подтверждающие делец и транслокации и мы получаем более точный диагноз после этого добавляется молекулярное биологические исследования которые укажут на мутированный или не мутированный вариант но и в сомнительных случаях идет диагностика гистологическая которая тоже подтвердит данное состояние что касается б-клеточных опухолей хронический б-клеточный лейкоз с точки зрения диагностики хронического лимфо лейкоза это абсолютный лимфоцитоз периферической крови более вот что-то у меня такое ощущение что не хватает до картинок в абсолютный лимфоцитоз периферической крови более 5000 в одном микролитре наличие пролимфоцитов до 10 процентов лимфоцитоз в костном мозге более 30 но и иммунологический фенотип более одного б-клеточного маркера соответственно сиди 19 20 23 и сиди 5 ну и при этой форме лейкоза мы с вами встречаем тени гумприхта совершенно замечательный вот марина николаевна их показывает и узнаваемые легко запоминаемые иногда мы их еще называем тени боткина гумприхта ну как-то так нам приятнее наверное это остатки клеток то есть это форма лейколи за которые мы можем увидеть при который получается в результате приготовления маска типичными иммунофенотип при хроническом лимфо лейкозе вы уже сказали что это 19 5 плюс 23 а вот но очень часто бывают атипичные то та ситуация которой я говорила выше это дифференциальный в этом случае когда 23 может быть может не быть 43 минус и проводится дифференциальная диагностика с лимфомой зоной мантий лимфома маргинальной зоны лимфоплазмостарной лимфомы то есть это ситуация когда уже она первое место выходит морфологическая диагностика потому что хронический лимфолейкоз и лимфома маргинальной зоны и лимфоплазмостарная лимфома имеют совершенно разные клеточные составы разные морфологические признаки но и мы плавно подошли к дифференциальной диагностике сиди 5 минус лимфом и в этом случае здесь обязательно смотрятся смотрят еще кластер дифференцировки 10 и если 10 сиди 10 плюс то речь идет о фолликулярной лимфоме если сиди и диффузной б крупноклеточной лимфоме если же сиди 10 минус речь идет о лимфоме маргинальной зоны лимфоплазмоцитарной лифоме и волосатоклеточный лейкоз обратите внимание пожалуйста кластер дифференцировки 25 плюс ну и мы подошли к очень интересному заболеванию волосатоклеточному лейкозу интересен он во всех отношениях и морфологические и иммунофенотипические цитохимические наличие мутации и так далее дальше в этой же группе вот вернее в подгруппе заболевания которые с которыми мы должны дифференцировать это лимфоплазмоцитарная лимфома или макроголобулина ме вальденстрема фолликулярная лимфома и лимфома маргинальной зоны ну и посмотрите пожалуйста какие же изменения были внесены в классификацию в пятую классификацию в в отношении селезеночных вариантов лимфом но а то что раньше называлась лимфомой краевой зоны селезенки так и осталась лимфома краевой зоны селезенки однако часть подварианта вошла в б-клеточную лимфомы селезенки с выступающими ядрышками то есть это уже особая морфологическая подгруппа мелкоклеточная б-клеточная лимфома диффузный диффузные красный пульпы селезенки опять таки часть клеток который мы чаще вариантах которые мы раньше относили к этой группе относятся теперь как мелкоклеточные б-клеточной лимфоме диффузный красной пульпы селезенки и б-клеточной лимфоме селезенки с выступающими ядрышками то есть вот это абсолютно новая группа заболеваний которую впервые озвучили в пятой классификации ВОЗ. Б-пролимфоцитарный ликоз теперь относится к Б-клеточной лимфоме селезенки с выступающими ядрышками и к лимфоме мантийной зоны селезенки. В общем, конечно, запутали нас ВОЗовские специалисты, но мы не привыкли сдаваться и будем разбираться дальше. Какие же морфологические особенности опухолевых клеток при волосато-клеточной лейкозе? Во-первых, это клетки среднего или большого размера. Сначала я хочу вам сказать, что ВКЛ-ы бывают двух типов лейкопенические и лейкемические. Когда лейкопенический вариант, это всегда очень сложно для морфолога, потому что сопровождаются они выраженной лейкопенией. Но, естественно, всех клеток будет крайне малое количество. И выделить там вот такие морфологические формы очень сложно. Но проще ставить диагноз, конечно, при лейкемической форме. Когда мы видим лейкоцитоз, лимфоцитоз и преобладающие формы, это именно те, которые вы видите на своем экране. Что же мы видим? Во-первых, сразу же хочу ваше внимание обратить на ядра. Ядра. Они округлые и почковидные, почкообразные, с гомогенной, сглаженной, разреженной структурой хроматина. Очень похожи на моноциты, моноцитоподобные структуры ядра. Остатки нуклеова. А дальше уже мы смотрим на цитоплазму. И цитоплазма может иметь фистончатые и ворсинчатые выросты. То есть наличие ворсинок – это одно, но это необязательно. Иногда бывают и вот такие фистончатые выросты. То есть сначала смотрим на ядро, на структуру ядерного хроматина, а затем смотрим на цитоплазму и контур цитоплазмы. И таким образом имеем представление, что же мы, конечно же, на первом этапе, мы только предполагаем, какая это клетка, описываем ее и говорим, что она морфологически схожа с этими лимфомами. А дальше уже обязательно должно быть подтверждение иммунологическое. Тогда мы уже смело выставляем диагноз ВКЛ. Что же рекомендуют европейские коллеги? Ну, при первичном обнаружении, как я уже сказала, считаем эти клетки отдельно, описываем их морфологические особенности, предположительно относим к волосатым клеткам в комментариях. И дальше уже после того, как был выставлен этот диагноз, их считаем отдельно. Для чего это нужно? Не только для того, чтобы поставить диагноз, но ведь пациенты начнут лечить. И дальше мы должны понимать, насколько эффективно лечение. А в дальнейшем это, надо сказать, что лимфома, которая очень хорошо поддается терапии. Но, тем не менее, контроль за состоянием пациента, он будет долгосрочный. И мы будем, естественно, смотреть его анализы, считать его формулы, оценивать морфологию и в последующем. И дальше, чтобы не пропустить, не дай бог, рецидив заболевания, естественно, мы будем обязательно смотреть на морфологические особенности лимфоидных клеток. И даже если мы найдем одну или две клетки, мы их описываем и указываем это в анализе, в заключении. Ну, так выглядят гистологические препараты. Вот, как вы видите, здесь мы видим опухолевые клетки среднего размера с округлыми пубовидными ядрами. То есть, что в периферической крови, что в гистологических препаратах, морфология, естественно, идентична. Дальше. А здесь вы видите мембранную экспрессию CD25, цитоплазматическую экспрессию, тортрат, резистентной кислой фосфатазы. Конечно же, на косномозговых препаратах можно сделать и цитохимические исследования, то есть можно посмотреть кислую фосфатазу на этих клетках. Но в последнее время, аналогически, настолько быстро делаются все анализы, что, в принципе, все это значительно. Такой необходимости просто нет. Ну и давайте посмотрим очень интересный случай. В клиническом анализе... Пациент 60 лет. В клиническом анализе крови лейкоцитов 3,5 тысячи, тромбоциты 131, гемоглобин 128, эритроциты 4,25, то есть у пациента лейкопения, тромбоцитопения. В лейкоцитарной формуле снижено относительное абсолютное число нитрофилов, то есть 35%, или в абсолюте 1,23 на 10,9, соответственно, относительный лимфоцитоз. При этом абсолютное количество лимфоцитов составило 1,86 на 10,9 на литр. То есть ни о каком лейкоцитозе с лимфоцитозом речь не идет. Мы говорим о лейкопении. Но 13% клеток были представлены атипичными лимфоцитами среднего размера с округлыми ядрами, грубым хроматином, узкой цитоплазмой с ворсинчатыми выростами. И когда сделано иммунологическое исследование, иммунофенотипирование лимфоцитов, то оказалось, что эти клетки несут на себе CD19, 20, 22, 103, 11, 79 и CD25 минус. И популяция опухолевых клеток характеризовалась высокой экспрессией панклеточных антигенов, но была негативной по антигену CD25. На мембране были лимфоцитов, отсутствовали маркеры 25, 23 и так далее. Но и предположили в этом случае вариантную форму, то, что мы раньше называли вариантной формой ВКЛ, а сейчас мы называем безрелой клеточной лимфомой лейкоз, лейкозом красной пульпы селезенки. При молекулярном генетическом исследовании БРАФ мутация В600Е не была выявлена. То есть вот таким образом не только морфология здесь была достаточно интересна, потому что, как вы видите, в описании морфолог отметил грубый хроматин, округлые ядра и грубый хроматин. Но и иммунофенотипирование плюс молекулярная генетика позволили поставить окончательный диагноз. А при этом, как мы видим, лимфоциты атипичные имели ворсинчатые выросты. И другая ситуация. В клиническом анализе крови лейкоциты 361, тромбоциты 124, гемоглобин 116, эритроциты 325. Здесь мы видим, как вы понимаете, панцитопени. В лейкоцитарной формуле относительное абсолютное число нитрофилов в пределах нормы, относительный лимфоцитоз, абсолютное количество лимфоцитов составило 1,16, то есть не было увеличено количество. По морфологической оценке, 1% клеток был представлен атипичными лимфоцитов среднего размера с округлыми ядрами, нежно сглаженным хроматином, умеренной цитоплазмой с ворсинчатыми выростами клетки ВКЛ. И когда сделали иммунофенотипирование, как вы видите, CD25+. При последующем молекулярно-генетическом исследовании была выявлена бравмутация, которая подтвердила полностью диагноз ВКЛ. Мы плавно перешли к следующей группе опухолей, которые имеют морфологические особенности. Это лимфома маргинальной зоны селезенки. Большинство клеток представлены атипичными лимфоцитами, которые имеют больший размер, чем при хроническом лимфолейкозе. Округлые ядра, часто вдавлениями, с расщеплениями. Глыбчатое распределение хроматина и, возможно, нуклеулы. Обратите внимание, особенно здесь хорошо видно, глыбчатое расположение хроматина. И если мы посмотрим, то вот здесь и здесь хроматин очень грубый. И такой вот хроматин и эпихроматин располагаются хаотично совершенно. Возможно, нуклеулы практически во всех клетках присутствуют остатки ядр. Цитоплазма скудная, умеренно бозофильная и имеет тонкие, короткие цитоплазматические выросты часто локализованы на одном полюсе. Но в данном случае нам повезло, вот здесь на полюсе, а все остальные клеточки, они с равномерным распределением вот этих вот фистончатых выростов. Но тем не менее, как вы обратили внимание, я делала акцент именно на строении хроматина, а дальше уже на ворсинчатом, фистончатом контуре цитоплазмы, что позволяет по совокупности морфологических признаков предположить именно опухоль маргинальной зоны селезенки. Ну так это выглядит на гистологическом и на гистохимическом исследовании. И следующая группа опухолей – это фолликулярная лимфома. Самая частая лимфома у взрослых, 40% наблюдения. Первичное поражение лимфатических узлов, затем могут вовлекаться селезенка, костный мозг, возможно, трансформация в диффузную и крупноклеточную и баклеточную лимфому. Длительность болезни 3-7 лет, то есть, как вы понимаете, здесь нельзя медлить, нужно обязательно начинать терапию. Составляет 25% всех опухолей. Источник герметинные центры лимфоидных фолликулов – это центроциты и центробласты. Не просто так Наталья Юрьевна вам рассказывала о морфологических особенностях этих клеток. Характеризуются они фолликулярным характером роста, то есть опухолевые клетки имеют именно такое расположение в области фолликул. И молекулярный патогенез – экспрессия высокого уровня мембранных иммуноглобулинов, чаще всего типа иммуноглобулина G, транслокация 14-18, которая теперь плавно переходит в молекулярно-генетические исследования, но и клиника – генерализованное поражение лимфоузлов, сопровождающиеся выраженным болевым синдромом. Немножко долго ползут картинки. – У них сразу все маринника. – Да, мы их сейчас все покажем, чтобы было понятно. Вот помните, мы вам рассказывали про расщепление в лимфоцитах. Особенно на этом слайде очень хорошо видно расщепление, раздвоение, бобовидность фасолина. – Фасолина. – То есть здесь очень хорошо видно такие морфологические признаки, которые сразу же позволяют предположить этот вариант лимфомы. Развивается эта опухоль из Б-клеток, центроциты и центробласты могут находиться в совершенно разных пропорциях. Если речь идет о ликемизации фолликулярной лимфомы, то характеризуется неправильная форма ядра, щепленными давлениями, склачетами, иногда нуклеолами. Обратите внимание, это опухоль, при которой преобладают центроциты, а здесь более крупные клетки с более такой моложавой структурой ядра, мы говорим, что преобладают центром пласты. На верхнем слайде опухолевые фолликулы заполняются весь лимфатический узел, не сдавливая боковые синусы, а здесь опухолевые фолликулы тесно расположены, зона мантии нечеткая. Это иммуногистохимическое исследование, как мы видим, что все эти зоны заполнены CD20, а это BCL6. По градации, как же гистологические характеристики по типам фолликулярных лимфом, если до пяти центробластов в поле зрения при большом увеличении, говорят, что это GRADE-1. 6-15 центробластов в поле зрения при большом увеличении – это GRADE-2, а больше 15 центробластов в поле зрения при большом увеличении – GRADE-3. Кроме того, имеются резидуальные центроциты или же они полностью отсутствуют. Прогностические индексы фолликулярных лимфом – я всегда слушателям объясняю, что плохой или хороший прогноз – это не про то, что будут или не будут лечить. Плохой прогноз – отпустим пациента и без всякого лечения. Нет, конечно. Это о том, насколько будет длительное лечение и какой будет состав химиотерапии для того, чтобы получить максимально хороший результат. Но лучшие результаты, конечно, это вылечить. Длительная ремиссия. Но если же это не получается, то это, конечно же, поддерживающая терапия для того, чтобы продлили жизнь пациенту. Прогностические индексы какие же? Зоны поражения по факторам риска флипиды больше 4 зон или же максимальный размер больше 6 сантиметров. Возраст – больше 60 лет. Биохимические маркеры – это повышение ЛДГ во втором случае это будет повышение бета-2 микроглобулина. Третья-четвертая стадия – это поражение костного мозга. И гемоглобин обязательно учитывается меньше 120 грамм на литр, чтобы не путать. Это считается фактором риска. Какие же еще общая выживаемость группы риска? Низкие, промежуточные, высокие. Факторы риска 0,1 – пятилетняя выживаемость 91%, десятилетняя выживаемость 71%. Промежуточная группа риска, если факторов риска 2, пятилетняя выживаемость 78%, десятилетняя выживаемость 51%. И высокая группа риска, факторы риска больше 3, пятилетняя выживаемость 53%, десятилетняя выживаемость 36%. Но если вы когда-нибудь читали историю болезни пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями, то обязательно врачи-клиницисты указывают все – и факторы риска, и какая группа риска, и все-все-все для того, чтобы именно то, что я говорила выше, для того, чтобы назначить адекватную терапию. Лимфомомантийные зоны. Обратите внимание, какие страшные, жуткие совершенно клетки. Типичный иммунный фонотип, что мы здесь видим? 19,5 плюс, 23 минус. А вот атипичные варианты, когда 23 может присутствовать, и в этом случае, конечно, дифференциальная диагностика проводится с ХЛЛ, лимфомой маргинальной зоны, лимфоплазмоцитарной лимфомой. Но, как я уже говорила, здесь обязательно морфологические аспекты диагноза. Потому что вот в этом случае морфолог может совершенно четко сказать, какая именно у данного пациента лимфома. В этом вот именно при этой форме лимфомы обязательно должно быть цитогенетическое или же иммуногистохимическое подтверждение. Транслокация 11-14 определяется в цитогенетической лаборатории методом ФИШ. Обязательно еще смотрится экспрессия циклин Д1 иммуногистохимическим методом. Рейкемическая фаза лимфомы из клеток мантийной зоны характеризуется средним размером опухолевых клеток с ядрами неправильной формы, расщеплениями, давлениями, нечеткими ядрышками. Посмотрите, насколько разная структура ядерного хроматина. Если на правом слайде мы видим совершенно зрелый грубый хроматин, то на среднем и левом это совершенно пластная структура, очень нежная структура ядра. Именно поэтому выделяют морфологические варианты. Бластоидный вариант, плеаморфный – это агрессивные варианты данного варианта лимфомы. Из малых клеток подобные лимфомы маргинальной зоны. Это гистохимическое исследование, которое в обязательном порядке, при этом очень сложном диагнозе проводится. И мы перешли к диффузным б-крупноклеточным лимфомам. Они составляют 30-40% всех лимфом. Источник клетки герметинных центров лимфоидных фолликул экспрессируется CD19, 20, 79, а иммуноглобулин М, иммуноглобулин G и наблюдается транслокация 14-18. В 15% случаев болеют дети, чаще девочки, поражается средостение органной брюшной полости и, увы, ЦНС. Чаще поражаются лимфатические узлы, реже лимфоидный аппарат кишечника, кожа, кости, клоточное кольцо Вольтера. Какие же морфологические? Это может быть центробластная, иммунобластная, анапластическая варианты морфологические, молекулярные подтипы из B-клеток герминального центра и из активированных B-клеток. Иммуногистохимические подвиды CD5 диффузная B-крупноклеточная лимфома из B-клеток герминального центра и из B-клеток негерминального центра. Это уже чисто гистологический и иммуногистохимический диагноз. Здесь молекулярные нарушения, которые встречаются очень часто при этом варианте. Как вы понимаете, это все относится к достаточно агрессивному течению заболевания. Если мы посмотрим на такую жуткую совершенно группу клеток, как вы видите, это не просто большие, это гигантские клетки. И здесь интересно то, что кроме того, что такой достаточно моложавый хромоатин, обратите внимание, какое ядрышко. лимфома. Здесь достаточно сложная дифференциальная диагностика, в том числе и с лимфомой Хошкина. К агрессивным лимфомам относится также высокоагрессивным лимфомом Бергетта. Составляет она до 2% всех НХЛ. А здесь мы видим морфологию макрофаги со светлой цитоплазмой на фоне мономорфных клеток опухоли с мелкими ядрышками. Экспрессируют они 19, 10 и многоболин М. Если мы посмотрим на морфологические особенности, я уже когда рассказывала о вариантах лимфолейкозов, показывала подобные варианты. А здесь, обратите внимание, вот это спинномозговая жидкость. Это нейроликоз. Ну и здесь, как вы видите, морфология может быть совершенно разнообразная. Выделяют несколько вариантов. Это африканский, европейский и ВИЧ-ассоциированные лимфомы. И мы наконец-то подошли к моноклональным гомопатиям. Группа заболеваний, которая характеризуется пролиферацией одного клона плазматических клеток, продуцирующих электрофоретические монологические гомогенные моноклональные протеины. Моноклональная гомопатия неопределенного значения, выделяющие, доброкачественно выделяющие моноглобулин G, A, D, E, M и ассоциированные со злокачественными заболеваниями, не продуцирующими моноклональные протеины. Злокачественные моноклональные гомопатии и первым и, наверное, таким самым известным представителем этой группы является множественная миелома, симптоматическая миелома, вялотекущая, тлеющая или индолентная миелома, плазмоцитома, солитарная плазмоцитома костей и экстрамедулярная плазмоцитома. Злокачественные лимфопротиферативные заболевания и сюда относят макроглобулиномия вальденсрема и нехоченские лимфомы, болезнь тяжелых цепей и амилоидоз первичный и вторичный. Редкие формы это не секретирующая множественная миелома, остеосклеротическая форма миеломы, беклональная миелома, ну и плазмоклеточный лейкоз. Незлокачественные заболевания редко ассоциируются с моноклональными протеинами и здесь мы можем говорить, что к заболеваниям кожи относятся гангренозная пиодермия, амиксидоматоз, ксантагранулема, псориаз, волчаночный эритроматоз дискоидный, кожная форма склеродермия, можем здесь говорить о пролиферативных синдромах ассоциированных с иммунодефицитом. Мы с Мариной Николаевной выбились из графика, торопимся и начали заговариваться. Сюда мы говорим о СПИДе и ситуациях после трансплантации почек или костного мозга. Заболевания печени, хронические гепатиты, первичный билярный цирроз печени. В эту же группу относят аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит, полимиазит, иммуноглобулит ЖКП, ревматоидная полимиалгия, ну и прочие состояния. Ну и миеломная болезнь, как ключевая история плазмоцитома или болезнь рустицкого калера, по современной терминологии эта множественная миелома является одним из часто встречающихся парапротеомических гемобластозов. И когда-то, опять-таки в конце прошлого века, мы говорили, что это болезнь пожилого и старческого возраста, сегодня она тоже немножечко сдвинулась в сторону более молодых возрастов, и мы уже можем встретить ее в более раннем возрасте, чем люди старше 70 лет. Заболеваемость в Европе составляет 4,5-6 человек на 100 тысяч населения в год с медианой возраста 72 года. Смертность 4, ну чуть больше 4 случаев на 100 тысяч населения по статистике выявляется в среднем в 3-4% в популяции людей старше 50 лет, ну и прогрессирует со скоростью 1% в год, то есть молодеет. Может возникать или стартовать, да, со симптомной тлеющей миеломы, ну и если это ранний возраст, то будет этот переход значительно более быстро. К признакам поражения органов мишени относят определенные симптомы комплекс, это уровень кальция в сыворотке крови выше верхней границы нормы на 0,25 или более чем 2,75 миллимоль в литре. Это почечная недостаточность, креатинин в сыворотке высокий более 173. Это анемия, которая в некоторых случаях может стать, ну как сказать, одним из первых, да, маркеров, на которые обращают, могут обратить внимание клиницисты, хотя результаты могут быть не так выражены, изменения, анемические проявления не так выражены. Ну и остеолитические очаги или остеопороз с компрессионными переломами, вот здесь надо говорить, что действительно эти пациенты часто начинают в связи с болями в костях приходить к неврологам, к остеопатам и другим заболеваниям, на что надо обращать внимание, и довольно долго эти пациенты могут ходить вот по каким-то вариантам обследования без получения результата. Ну, что происходит при патогенезе? Происходит в костном мозге разрастание плазмоклеточных опухолевых узлов. Мейломные клетки синтезируют остеокласс-активирующий фактор, ну и как следствие возрастает количество активных нормальных остеокластов, которые вызывают резорцию кости и деструкцию костной матрицы. Содержание общего белка крови при миеломе увеличивается за счет патологических парапротеинов, снижается уровень нормальных иммуноглобулинов, появляется диспротеинемия, гипер- или гипогаммоглобулиномия, и все эти изменения повышают вязкость крови. В среднем у 15% больных миеломной болезни развивается тканевой парапротеиноз. И вот здесь еще про вязкость крови мы не говорили. Одним из первых маркеров, которые можно обратить внимание, это увеличение скорости оседания эритроцитов. Тут она как раз очень актуальна. Морфология. Плазматические клетки, я уже говорила, что они довольно красивые. Есть четыре варианта, на которые мы можем дифференцировать клетки. Зрелые, проплазмоциты, плеоморфно-клеточные и плазмобластные. Зрелые миеломные клетки сферической эллипсоидной формы с низким ядерно-цитоплазматическим соотношением. Ядро небольшое, эксцентрично расположенное. Эту клетку сравнивают с кометой, как будто из нее вылетает. Ядро ядерный хроматин глыбчатый. Специфическое распределение глыбок, которые могут сравнивать со спицами колеса или с циферблатом часов. Еще я видела красивое определение с крыльями мельницы. Ядрышки не визуализируются. А вот цитоплазма обильная, синяя, яркая, с перенуклеарным просветлением, которое соответствует неокрашенному аппарату Гольджа. Проплазмоциты имеют более неровные контуры ядерной структуры. Ядерно-цитоплазматическое соотношение смещено и хроматин в таких клетках более мелкодисперсный. Четко контурируются ядрышки. Что касается плеоморфно-клеточных плазмоцитов, они характеризуются выраженным ядерным плеоморфизмом. Среди них могут встречаться многоядерные, многодольчатые клетки, а иногда в ядрах видны отчетливые ядрышки. Вот здесь вы как раз видите в одной из клеток три ядра, да тут даже несколько трех ядерных. И это тоже характерная особенность для клеток миеломной болезни. Плазмобласты представлены клетками крупных размеров, выраженным ядерным плеоморфизмом. Иногда могут морфологически напоминать крупноклеточную б-клеточную лимфому, но характерна такая вот клеточная атипия, большое количество фигур метозов. Надо сказать, что действительно вот эти клетки мы можем увидеть в костном мозге, в периферическую кровь, это не всегда уходит. Теоретически есть в литературе, что бывает в терминальных стадиях, но это такая очень теоретическая история. Ну и вот, кто знает фамилию мужчины, да? Фредерик Мотт, английский ученый, который идентифицировал эти клетки в мозге обезьян, больных трепеносомозом и использовал термин марулерная клетка от шелковицы. Клетки являются плазматическими и указывают на хроническое воспаление. Ну вот первое было сделано Расселом в 1890 году, хотя он не знал природы клетки, не знал значения вот тех включений, но однако термин и приоритет Рассела в этом смысле остались в истории. Мы говорим о том, что есть включения, которые имеют, сохраняют это имя, ну и включения. Тельца Русселя располагаются в цитоплазме плазмоцитов, представленные округлыми, содержат иммуноглобулины, очень ярко смотрятся в картинке, которую мы видим в микроскопе. Эти разные тельца могут быть очень большими, да, вот Русселя, клетки Мота и все вот это в одном. Мне хотелось бы обратить ваше внимание, эти включения могут быть как в ядре клетки, так и в цитоплазме, и это активно синтезирующий белок клетки. Вот вы хотели что-то, да? Да, я хотела показать вот здесь очень розовые вот эти включения. Это все о них. Все про них, да. Ну и вот такая клетка страшная, вообще она даже как-то прекрасно, да, в своем таком уродстве напоминает какую-то мыльную пену, или где-то в литературе читала, сравнивают с виноградной гроздью, но это как раз плазмоциты клетки Мота, которые содержат различное количество сферических включений. Это очень активно синтезирующий белок клетки и вот сравниваются с виноградом. Обнаружение таких клеток не является критерием для оценки или опухолевой, или воспалительной природы плазмоцитов, так как может встречаться при плазмоцитозах. Вот плазматические реакции мы как раз увидим, и плазматические клетки в периферии в большом количестве скорее появляются как вирусная какая-то история. В общем, ликимоидная реакция, вот в том и особенность миеломы, что всю эту картину, вот бурную выраженную картину мы видим только в костном мозге, в периферии в этот момент плазматических клеток нет. Ну вот еще один вариант клетки Датчера выглядят внутриядерными структурами. Ну и, спасибо, Мария Николаевна, на самом деле являются внутрицитоплазматическими включениями иммуноглобулина, могут наслаиваться на ядро, перекрывать его, инвагинируются в ядро. Размеры могут меняться и могут занимать даже всю площадь ядра. Ну и это довольно значимый признак для дифференцировки опухолевых и плазматических. И еще один вариант клетки, которую называют пламенеющая. Пламенеет клетка, когда в ней идет активный синтез белка. При традиционной нашей окраске у этих клеток появляется такой розово-дымчатый, вот действительно такой вот подтекст такой, как у Зари. И действительно это нарушение связано с структурой углеводного фрагмента иммуноглобулина, и здесь мы можем эти клетки узнать и обязательно должны их описать. Такие клетки, как правило, встречаются у пациентов в секреции иммуноглобулина, но могут быть и при гомопатиях других классов, и при реактивных состояниях тоже. Ну и редкие морфологические включения относят игольчатые кристаллические включения в цитоплазме, которые могут быть распределены по одиночке или группируются в пучке и имеют вариабельное окрашивание от красного до пурпурного, но также могут быть бесцветные и разных размеров и ромбовидные формы. Ну и с 2014 года в международной рабочей группе по множественной миеломе диагностические критерия множественной миеломы, это диагноз симптоматический, требует наличия в костном мозге, количество клональных плазматических клеток более 10%, или наличия экстрамедулярного очага поражения. Дополнительно к этим критериям должен быть подключен еще один и более признаков поражения органных мишеней, связанных с плазмоклеточной пролиферацией, или один и более биомаркеров злокачественности. Ну а диагностическими критериями требуются уже все три для множественной миеломы, это моноклональные плазматические клетки в костном мозге более 10% или наличия доказанной при биопсии плазмацитомы, присутствие моноклонального белка в сыворотке и или моче, если белок не выявляется, не секретирующий миелома когда, ну и требуется более 30% плазматических клеток или это плазмацитома. Связанные с миеломой органные дисфункции мы уже перечисляли, гиперкальциемия больше 10,5 или верхней границы нормы, почечная недостаточность с увеличением креатинина, анемия с гемоглобином менее 100 и элитические поражения костей и остеопороз. С точки зрения диагностики миеломы, как мы вышли за график, определение уровня моноклонального компонента в сыворотке крови и моче, оценка тяжелых легких типей иммуноглобулинов методом иммунофиксации, определение свободных легких цепей в сыворотке, клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, исследование кальция, лактат дегидрогеназы, бета-2 микроглобулина, клиренса креатинина, анализ костного мозга, исследование аспирата костного мозга методом проточной цитометрии, цитогенетика, фиш-исследование, ну и сортинг полазмоцитов с последующей молекулярной диагностики, а для оценки поражения костных структур используют диагностические методы другого профиля, компьютерную томографию, магнитно-резонансную, ну и рентгенологическое исследование. Иммуногистохимический метод является основополагающим для верификации и для выявления фенотипа и определения легких цепей. Для идентификации плазмоцитов обычно используют CD138, высокоспецифичные для плазмоцитов, но также можно провести окрашивание с антителами другими, которые вы видите представленными на слайде. Наверное, клинический случай мы уже совсем не успеваем, но обратите внимание, лейкоциты в норме сдвиг до миелобластов, абсолютный моноцитоз и азинофилия, а в миелограмме мы видим костно-мозговой пунктат, нормоцеллюлярный. Из данного участка костного мозга выявляется выраженная инфильтрация клетками плазмоцитов, плазматического ряда 57,6%, в том числе больше 1% плазмобласты и почти 2% плазмоциты. Гранулоцитарный росток относительно сужен, что и ожидаемо. Увеличено число клеток моноцитарного ряда почти больше, чем 6%, что совпадает с данными периферической крови. Эритроцитарный росток представлен очень узко, мегакариоциты 12 в периферате и отдельно выделяют пластинки. Можно мы это немножко пролистнем, что-то мы совсем выбились. Наверное... Наверное, стоит уже заканчивать. Коллеги, значит, нас впереди ждут встречи. Мы вас благодарим. Спасибо большое. Простите, что мы отняли лишние... Почти полчаса вашего времени. Мы постараемся, может быть, ответить на какие-то ваши вопросы. И, как всегда, были рады, что вы пришли на встречу с нами. И в этом году у нас еще какие-то встречи запланированы. Так что спасибо большое. Спасибо. А вопросы впереди. Спасибо.